Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Коробку с марихуаной вместо обуви получила жительница Казахстана. 30 ноября женщина заказала пару женской обуви, а 2 декабря получила посылку с неизвестным веществом зеленого цвета. 59-летняя гражданка сразу же сообщила об этом в полицию. Прибывшие по адресу стражи порядка выяснили, с женщиной уже сверзался незнакомец и сообщил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Мужчина предложил встретиться для обмена коробками. Женщина согласилась. Полицейские устроили засаду и заезжали 34-летнего безработного жителя райцентра. Проведя в его квартире обуски, сотрудники обнаружили 4 коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Экспертиза показала, что это марихуана. Общий вес изъятого составил 72,2 килограмма. В чите одного парня штрафовали за пост о приснившемся Зеленском. Он встретил во сне украинского президента и решил рассказать об этом в соцсетях. Суд штрафанул его на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Мысли преступления уже прошлый век. Встречайте, сно преступления. Проснись, Нэо, ты оштрафован. За последние 30 дней ютуб-канал Шария потерял почти четверть просмотров и 60 тысяч подписчиков. А че это случилось? А что это у нас? Накруточки закончились? Как говорится, против Путина говорить, видимо, не так выгодно, как за. Краснокнижные журавлей массово погибли от химпрепаратов для борьбы с глязунами в Ставропольском крае. Как сообщает в региональном следственном управлении, СКР в ноябре 2022 года на территории Петровского городского округа нашли не менее 800 тушек северного журавля, занесенного в Красную книгу Ставропольского края, а также четырех зайцев, одну кропатку. В результате проведенного химика-токсилокологического исследования в животных и птицах был обнаружен яд, содержащий фосфороорганические соединения, приведшие к смерти, сообщили в ведомстве. По версии следствий, яд против грызунов был раскидан по земле с нарушением технологии, а траву журавли съели случайно. Возбуждено уголовное дело. Власти набережных Щелнов потратят на организацию мест захоронения в 2023 году в 8 раз больше, чем в 2022. Расходы по статье Организации содержания мест захоронения выросли в 8 раз, с 1 до 8 миллионов. Следует из проекта бюджета на 2023 год, который был рассмотрен на заседании комиссии городского совета. Ни по какой другой статье бюджета такого роста нет в соцсети. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.